Паста, сливки, сыр, бекон, сливки! Вас приветствует Ник Стронг и Сержик Файный! И сегодня у нас не просто выпуск. На канале Ник Стронг мы приготовим пасту болонезе и из чего? Из мивины, то есть лапши быстрого приготовления. А на канале Сержика Файного мы приготовим давным-давно известную вам знаменитую пасту карбонара. Готовить будем в ассоциации шеф-повара Украины, ребята! Вот здесь вот! Так что ссылки на наши каналы вы найдёте в описании под видео. Переходите на наши каналы, ссылочки будут в описании сразу же, чтобы не забыть, подписывайтесь, ставьте колокольчики. Конечно же, не забывайте ставить большие пальцы вверх и не переключайтесь, потому что в конце видео вас ждёт розыгрыш на целую тысячу гривен. А сейчас у нас будет заруба по пастам. Так, кто сильнее, Сержик Файный или Ник Стронг? Поехали! Какую пасту взять для классической баллонезы? Какой рецепт является классическим? У итальянцев, правда, не добьёшься. Традиционно блюдо готовится с жителями Болонии, со свежими талиотелли, но также может заменяться любыми видами пасты. А также бывают вариации сыр к картофельным пюре. Болонеза – это соус, ну, по крайней мере, мы так его привыкли называть. В Италии соус из мясного фарша называют рагу. Состав рагу ограничивается таким списком продуктов, как свинина, говядина, лук, нечеснок, красное вино и ещё что? Бекон. Правильно. Ну и какая же паста без сыра и зелени? Ну что же, друзья, тогда же по нашему маркету купим наши все продукты и будем отсловить, потому что есть уже обход. Да, поехали, а то я уже разволотался. Разволотался, есть такое вообще здорово. Короче, сейчас будет весело. Смотрите. Вот же, в чём фишка, короче, пасты будет уникой на канале? Мы використаем все офигенские, крутецкие продукты, которые потребуются для Болонезы, але замість пасты у нас будет мивина. Тут она в порядке для приготовления. И мы вам показываем, что можно сделать крутую пасту Болонезы, навіть с мивиною. Эта паста нам не поддинена для нашей Болонезы, тому мы из видео уходим и шукаем нашу поживную, классную, смачную мину. Короче, бачите, кто-то очень любит, короче, эту Болонезу. И мы использовали для нее кучу мивини. Вы знаете, что все в мивине, которую вы ездите, смак делает приправа. Глутамат натрию, всякие ешки, но это не можно ездить, потому что... На данном мивине мы особо круто ездим. Но она на 93% складается из сортов какой-то пшеницы, не твердой. Если вы уже ездите мивину, то не ешьте ту гудку, короче, приправы. Все, что застариваю. Ух! А зачем вам так много мивины? Дешево. Дешево? Дешево. А вы нам на год набираете? Люблю вермешельку. Да? Так. Ну, мы тоже будем, мы тоже любим вермешельку. Мы будем готовить... Пасту ресторанного пасту. Паста Болонезы, да. Это мой пункт. Короче, берем все, какая нам понравится. Нам попей, какую брать, особенно, мы же тут не будем использовать эти приправы, так что нам... Специи нам не важны, нам главное, короче, сама вермешель. Можно оставаться самим эти макароны. Берем 2-3 пачки и все. Сейчас у меня коштует 5-10, короче. А раньше, в мой час, я ее купил за 50 копеек. Да, это еще школьные наши времена. Далее погнали за фаршем. Нам нужен самый свежий свинно-гавяжий фарш. Почему мы берем такой микс? То, что, если просто говядина, то будет суперсочно. Свина-говядина будет суперсочно, что есть супер вкусно. Мясо свино-яголовичное. Это что нам нужно? Берем один такой пакетик. Тут десь 372 грамма. Не десь, а точно. Да, короче, у нас уже бюджет 30,1,60. И 3-мивины уже по 5, по 5-реку, да? Да. Короче, у нас такое у меня. Так. Бюджет нужен на всю семью. Серж, какие ты будешь использовать специи в своей болоньезе? Небось, наверное, от этого именитого человека. Не, ну я же, я люблю очень этого человека. Серж, Серж, а кто это такой вообще? По-моему, это... Что за этот самый? Гордон Рамзи. Гордон Рамзи? Украинский. Наш, наш этот украинский Гордон Рамзи. Короче, Эктор. Эктор у меня справа, он... Короче, его каррифан. Да, это мой брат. Йоу. Ха-ха-ха-ха. Марин, сель-перец по стандарту. Короче, тут еще и скидочка вообще крутяк. Пять восемьдесят. Пум. Берем дві упаковки, так всякая проблема. Чи одной хватит, навіть, розвезти, якщо добавить води, щоб забрати цю сирість, короче, з тих томатів. Ей треба обсмажити раз, додати трохи сукру и води. Да. А если мы правильно обжарим томатную пасту сахаром, это еще и дает офигенный ярко-красный вишневый такой цвет. И, звичайно, же аромат. И аромат, да. Один, короче, кубик сюда залетает. Серега, куда мы дальше? Мы идем закупать консервированные томаты. А нам масло нужно обжаривать, все. Все, берем рафинованную, не рекламируем какую-то. Нам за это не платят просто. Ищем томаты пилатик. Серж, какие будем брать томаты пилатик? Тут есть, короче, Аташана, 28 гривен. И, я не знаю, и Аташана тоже. И давай возьмем эти обе. Зеленый цвет, мой любимый. Едині томаты, которые не Ашановская фирма. Все, погнали. Я, короче, особенно не пью, но если вживать алкоголь в стравах, то это возможно. Потому что когда ты додаешь алкоголь, он выпаривается, сам спирт, короче, выпаривается и остается только смак. Поэтому использовать вино, типа, для приготовления не зашкварно. Так, нам потребна червоне, я думаю, сухое вино, короче, взять. Да. Для приготовления всегда, в принципе, лучше брать сухие вина. Вот. И в целом сухие вина более ценят. А чего? Потому что там они более натуральные, в них не добавляют сахар для брожения. Вот, круто. То есть собственным путем. Офигенно. На своем сахаре. Вау, это как раз, короче, комфортабельный размер. Мерло сухое червоне. Супер. Дивіться. Экономный вариант, если не нужно брать здоровую бутылку, чтобы ее потом выливать и так далее. Берем ось таке. Все, засыпали. Так, нам осталось совсем немного докупить. Лук, чеснок, зелень. Это все в другом отделе. А сейчас мы заедем за чаревным и королем сиром пармезана. О, ты бачишь? Сир Канев. Это же сыр моего места. С пармезаном все очень туго. Мне из Италии, когда присылают посылки там знакомые, пармезан не коштует 3 евро за пів килограмма. Ну там 700 граммов, 3-4 евро. А у нас за 200 граммов, за 127 граммов, ты маешь отдать 2 евро. Офигеть. Погнали искать сыровяренный бекон. Отже, все, мы берем сыровяленую грудинку за оптимальной нормальной ціною. Сколько? 25 граммов. 24,93 граммов. Это самая смачная грудинка для пасты. Поехали дальше. Нам осталось совсем немного. Купить цибулю, чеснок и зелень. Блин, я даже не понял. А ты каждый день беришь? Ну почти. Летом я вообще бери твоя машина. Я когда-то тоже был лицей. До речи. Да? Да. Мы как-то, как же, вбухнули и поприлистались. Но мне было тогда 5 лет. Отже, берем обычную цибулю. Одна большая голова цибули. Одна цибуля на 4,32. Сейчас мы поедем за чесником. Чесник — это такая речь, якою відлякают этих вампиров. Редиска. Все, два чесника на 4 рубля. Так, зацепили розмарин по дешевой цене. Базирин. Плюс берем трохи смачной украинской петрушки. Базилик. Вибачь, базилик ты очень дорогой. Мы теперь не можем взять. Уууу. Отже, Ник, мы уже купили все ингредиенты. И мы сейчас приедем на профессиональную кухню. Уготовить карбонар и пасту баллонеза. А если вы хотите посмотреть рецепт классической карбонарии, то заходите к мне на канал. Сергей Капайно. А если вы хотите увидеть красивую баллонезу Ника Стронга с мивиной, то заходите на его канал. Все ссылки в описании. Правильно. Сейчас вы увидите нашу зарубу. Ты готова к батлу? Конечно. Поехали. И поехали. И конечно же мы сегодня будем готовить непростую балонезу. А как мы и говорили, балонезу с пастой из чего? А! Из крутой, классной, вкусной. И всеми для студентов привычной мивиной. С самого простого начнём процесс. Это да. Возьму лучок, почистим его. Я думаю это супер просто для тебя. Ты покажешь мне мастер-класс по-дорезке. Без проблем. Для того чтобы нарезать лучки, его для начала нужно почистить. Давай я покажу ему пашеком. И бекончиком. Погнали. Какой бекон ты обычно используешь для приготовления балонезы? По твоему совету лучше использовать цельный кусок бекона. Сейчас я получу. Но самое важное, не важно какой, нарезанный. Не нарезанный. Самое важное это его занюхать. Те, кто готовит. Правильно. Серёга. И насколько я знаю, ты любишь занюхать. Ты вообще любишь нюхать. Лук, но не жевательный. Оооо. Сразу так. Слеза наворачивается. На ядреный как лук. Итак. Серёга, ты элементарно просто. Да. У меня есть суперский нос для того, чтобы резать классным кубиком. Лёгким движением руки мы делим лучок напополам. Какой умеет, да. Оп. Снимаем попочку. Если она есть, конечно. Ну и дальше нарезаем наш лучок. Тебе как, мелкий кубик? Ну да. Давай вместе сильнее, пожалуйста. Оп. 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 Пошло, да так? Да. Пошло, пошло. Ух. Отлично прям. Ну а потом можно прям с закрытыми глазами главное чувствовать, что-то как. А я смотрю на тебя и режу мелкие кубочки. Разни слов лучок прям в форме доски. Лучок наш готов. Серёга, а что дальше? Теперь я приступлю к нарезке бекона. Смотри, я теперь не супер март же платье я покажу. Но тоже по лоточкам я резать научу. НЕ СРИШКОМ МЕЛКИМИ! Подрубаем сковородочку Все, сковорода разогрелась Теперь можно закидывать бекон По лодочкам, прямо сюда Есть в украинском языке такое слово шкварчит Вот сейчас с этим беконом Будет он шкварчать у нас Да, слегка помешивать Главное, чтобы бекон Не пересушился А дал чуть-чуть этого же аромата И жирка на сковородочке Побзолотился Серега, мы еще на закупочке Купили вот такой вот похожий от моих Полдежный запах Я его занюхал На, занюхай тоже Прям как этот, сосной пахнет Подрубим, наверное, тоже туда Да, давай А на каком этапе? Ну, мы сначала вводим бекон Потом вводим лук А затем дадим розмаринчику Ага, супер А нам нужно что, листики? Да, да, нам не нужны они Как сказать? Стопы Дрова не нужны Дрова в топку Листики в сковород Да, у нас же костер Слезы в стола, а не сковорода Что, обжариваем на костре? Микстрон все жарит на костре У него нет плит Все на костре Сержик, розмаринчик я начипал Достаточно вот так? Да, ты даже его не режь очень мелко Потому что он супер быстро двигается Ага Я хочу, чтобы было романтично Супер мелко не режь То есть еще на половинку На две половинки Все Дожариваю уже бекон Довожу его по вкусу Запах балдеж Может тихнуть Но бекончик А, бекончик это просто нечто Шелестит, хрустит, румянится Все, что хочет беконом это происходит Так, забрасывать розмарин? Да, давай Давай уже розмаринчик Ой-ой Итак Ты ввел, короче, этот розмарин И мне сразу Короче, дается мой любимый запах Это розмарин и мясо Я хотел бы, чтобы, конечно, был такой Кто-то изобрел парфюм Со вкусом розмарина и мяса Как тебе? Так, на самом деле есть такой парфюм Серьезно? Конечно Я бы таким выходил и душился каждый бы день Ну давайте так, ребята Я приду вас Слушай, Ника Если у Ника наберется 5000 подписчиков на канале Тогда ты мне будешь долг Этот аромат Без проблем Согласны? Да Забьемся Где-то предоставь, а не садь Это уже будут твои проблемы Окей? Конечно Все Балдешь-балдешь Закидывай тучок Мы так, ну, мы любим лук, короче Люди простые Домашние Лук любят много Вкусно Сладко Я бы, на самом деле, еще добавил сюда Капельку сливочного масла А я бы добавил чеснок Ну, это тоже Для аромата Добавим чеснок? Да, конечно Обязательно Давай сейчас я его почищу Твоим способом стандартным для всех Лупить Лупить они людей Лупить и чеснок Я его прям просто Отдавливаю и сюда Да Для аромата Дальше Процесс У нас тут фарш Все, в принципе, готово Давай подрежем Зелезу Благодарно Чего я все это дело Чуть-чуть посолить Наверно, многие знают, кто нас будет смотреть и узнают тебя Потому как ты снимался в последнем сезоне Мастер Шеф Где, собственно говоря, и стал финалистом его Было дело Было дело, да? Скажи, пожалуйста, это правда, что ты прошел на Мастер Шеф благодаря Шаурме? Ну как, это так все, типа, громко Знаешь, он прошел благодаря Шаурмея Он, типа, зарычал на студии На самом деле все было Зарычал 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 Я заходил и орал на них все это Потому что съемка была в 12 часов ночи Вы меня извините Говорят, да я С десяти утра Стою и жду Когда меня уже выпустят готовить Такой злой, разъяренный, эмоциональный человек, как я Стою, жду это все дело И меня оттягивают, оттягивают, оттягивают И в итоге я приступаю к готовке, чтобы я понимал, в час ночи С десяти до час ночи я просто сидел И когда ты приготовил Шаурму? Шаурман нам по стандарту всем дается один час Для приготовления своего блюда Прикинь, за час я успел делать лаваш Успел сделать курочку Успел пожарить на пиньончики Ну и, конечно же, свеже нарезать все овощи Какой твой коронный рецепт Шаурмы? Коронный рецепт Шаурмы скоро узнаете у меня на канале Дальше не пропускайте, подписывайтесь, смотрите, лайкайте И обязательно ставьте колокольчик Это я пока тебе не могу сказать, потому что я его дорабатываю И скоро он выйдет у меня Но Скоро рецепт Шаурмы вот здесь же капального пойдет в Мастер Да, да, я надеюсь это будет не то что масштабно, это будет легендарно На Мастер Шеп меня все спрашивают часто Как ты туда попал, что ты делал Я всем отвечаю Ребят, я был просто самим С собой Вот так зашел, вот так зарычал, вот так сделал шаурму Вот так прошел Главное рычать Ну, главное быть с собой Главное быть с собой Да Надо по факту Просто будь с собой Таким как ты есть Все Все остальное прилагательное Никогда не старайтесь карпировать фото Будьте самим собой, друзья Все, лук обжарился Нюкай-нюкай Аромат волшебный Обалденно Ввожу сюда фарш Свинно-говяжий конечно Понятное дело Опа Поехали Сюда же Растолочь Растолчить 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 Перемешать Звучком Слова нету Вот как бы прошли Закончили съемки Мастер-Шефа Да Ты красавчик ты реально в топ-3 Что ты планируешь сделать дальше? Вот у меня всегда была мечта типа Создать какой-то свой проект Что-то такое Я пришел на Мастер-Шеф и я там громко заявлял Что я хочу свой фут-трак По факту фут-трак это прикольно Это круто Это забавно И это еще свой фут-трак Я до сих пор даю этой идее Про создание своего фут-трака С той же самой фирмой Чтобы мой Как минимум Плюс я буду прорабатывать Тут какие-то позиции Да Это у меня лежит И это у меня горю У себя в голове То есть хочу фут-трак это по-любому Пойду ли я сейчас работать на кухню? Вопрос для практики И для знания общего вида Это факт что нужно пойти И поэтому я пойду туда Меня тянет и в музыку И в видео И в творчество И вот мне хочется как-то Все это вместе объединить То есть взять кухню Взять музыку И взять видео Все это вместе Проапгрейдить короче И запустить в масштабы сети Понимаешь? Можно готовить Помешивая танцевать А еще подпевать И будет очень весело Професс Да Снимать И показывать вам Да Кстати есть у Сержика Песня Недавно вышла Да Недавно вышла У меня на канале Клип На шаурму Которую мы очень долго Щепетильно снимали Там уже почти 2 миллиона Шучу Только 60 тысяч Но если вы еще не видели То переходите на канал Смотрите Ставьте лайки И подписывайтесь И пейте вместе с нами Давай Шаша Курма Или же Курица Лаваше Знаешь ты уже Еще один интересный факт Отсюда Вводим томатную пасту Знаешь что томатная паста Она преобладает каким-то Вкусом сырости Ну типа Потому что эти томаты Они же Земли Ну понятно Да И вот Нужно вводить томатную пасту Добавлять чуть-чуть водички И сахарка Тогда Будет более насыщенный смех И плюс там Томатная паста Избавится от такого Странного Запаха И плюс сырости Знаешь мне иногда Томатная паста Пахнет подвалом Вот так как-то бывает Возьмем Чуть-чуть коричневого сахара Так как обычный сахар Супер не полезный Я никому не рекомендую Ну Употреблять сахар А коричневый сахар Это всегда круто Это всегда классно Это дорого конечно Но Вот так вот Коричневого сахара А И самое главное Нам осталось Прибухнуть Шучу Нам осталось Везти сюда вино Стандартно используется Сухое красное вино Серега Скажи пожалуйста Когда увидел вино И стало интересно Как у вас на прайде В этом 4 месяца снимались Были какие-то ситуации Что вы прям Входили Прибухнули Ну как Я типа Вообще не пью Не курю Задоши Прочее Но когда Мервы уже сдавали Были на пределе Были ситуации Когда ты пробегаешь Просто берешь Бутылку шампанского После конкурса И вот так Пока тебе орет этот Продюсер Что ты делаешь Серпик Прикинь бутылки Переверни эту Переверни доску на почку Я забегаю Быстро Этот лоток шампанского Оно так взливается Здесь только можно Воды запил Все Убежал Ну а такое было У нас было что Выносили сыр Некоторые просто Так себе брали И выносили с кухни сыр Все Ну то есть Как сказать Было тяжело Эмоционально Когда на эмоциональном Выстроили Хочется чуть-чуть Как-то разрядиться Вот разрядка была На кухне у нас Помогала Серджику шампанское Ну один раз Это не то что я злоупотреблял Или что-то такое А вот один раз Реально было Все Вино пошло выпариваться Когда уже весь алкоголь Выпарился Можно вводить Томатный плач Да Вот так Цельные даже Две сучки Можно дать У тебя есть девушка? Есть Есть Девушка Мы уже Год вместе почти А как она Поднеслась к тому Что У тебя 4 месяца Не было С ней Вместе рядом Да Такой стремный вопрос Я сам не знал Как это все будет Она мне поддерживала Звонила Мы там общались Критически Приезжала она ко мне Я к ней Но у нас там было Один выходной недели Вот мы тогда Пивались Делали все По максимуму Отдавались И все По максимуму все делали И мы правда Это То куда Я пенсионат Не хочешь себя Появить именно На одном месте Где родился Где живешь Где все родные Все знакомые Друзья Ну грубо говоря Как бы Внести Внести Свою Лепту Свою Часточку В развитии Нашей страны Хотелось бы Для Украины Какой-то уровень Но главное Доказать что-то Самому себе В первую очередь Я пытаюсь Обогнать себя Вчерашнего Доказать что я Могу что-то Больше сделать Показать И доказать людям Что я Все время на максимум Сверх себя Немножко делаешь Больше чем мог Вот я знаю что Ты мотивируешь тоже людей Мотивацией занимаешься Вот я Когда встретился с тобой Ты мне объяснял По пунктам Как ты все делаешь Как ты планируешь Понятно что Планировать свой день Планировать свою жизнь Это супер важно Потому что в погоне за счастьем В таком большом городе Ты не успеваешь Вот этот момент Момент выцепить Который 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 Насладиться Ты просто бежишь 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 Постоянно И не знаешь Где остановиться Вот Потому что не спланировалось Да Я вижу что для тебя сейчас Пулинария И в видео Пулинария Именно Показать это на ютуб И показать это для большого количества людей Это тот вид счастья Которого ты добиваешься Это прям Да Это прям Ожидаешь каждый просмотр И написал Классный рецепт Огурцов Сделал Вышло круто Это самый был Крутой комент Который Прогрел Изнутри Что Я стал кому то полезен Кто то попробовал сделать то что я рекомендовал И Вышло очень супер круто Ну ты прям Ну ты прям горишь Каждым просмотром Каждым лайком Каждым комментариям Вот это тебе заряжают Это то ради чего в принципе второе Ну кстати рецепт твоих грузов был офигительный Я даже сам себе Я сделал на заметочку для проработки одного блюда Ну так Смотрите Нет Нет Короче Осталось только ввести сюда Сделенухи Ну и я хочу чтобы ты попробовал уже Что ты получил Конечно Все таки я то У меня то за спиной опыт только 4 месяца У меня уже опыт более 10 лет Сейчас Попробуй От башкале От Очень хорошо И до Великолепно Пожалуйста Боже Супер Я доволен Давай всю минуту туда Запрасывай Ну а Побольше зелени Все я думаю У нас старухи готов Можем снимать с костра Да Снимаем это все Самый интересный момент в нашем видео Это Пришла к нам королева мивина Которую мы сейчас запарим И используем Как бы кто ни говорил Что это Противозаконно Для такой Для Высокой кухни Да Для блюда такого качества Но мы сделаем все таки баланезы С лапшой быстрого приготовления Все могут с классной пастой приготовить А вы приготовьте классную баланезу с мивиной Суть в том что мы не используем вот эту вот Эхиноцельную приправу мавимую Приправу мавимую Используем только вкусную пасту Все лапша запарилась И запарила нас Мы сливаем лишнюю воду Оооооо Ооооо полегче Давай так, у тебя на канале твою карбонату, которую ты готовил, презентацию делал я. Теперь же у тебя на канале, где я готовил вкусную молониезе, ты будешь мне делать презентацию. Без проблем. Мы берем пасту, она же мивина. Мощно, мощно. Делаем вот такую вот. Спишите потом, что мивина это не еда. Когда подается в тарелке за 100 евро, это шикарная, огромная. Подача решает. Да, подача многое делать, я вам скажу, ребята. Так, дальше мы возьмем наш замечательный сок. И вот так вот по центру, без всяких заморочек, выкладываем. Слушай, смотрится реально полможно. Прям не то, что, ну, вот смотрится на 1000 евро, которые, чтобы скинули уже на кафе, сколько можно бросить. Дальше мы берем сельфорный, да? Можно я чуть-чуть пододру? Давай. Потому что тоже как бы хочется поучаствовать. Поучаствовать, да. Я вот так вот. Давай по всей тарелке. Давай, это будет красиво. Как украшение. Давай побольше сыра. Итальянцы любят много сыра. Хорош. Мощный. Как снег зимой. Как снег зимой. Так, ну, добавим немножко зелень, да, цвета, чтобы наше блюдо заигало. Для того, чтобы оно заигало, мы возьмем микрогрин. Кукурузный. Кукурузный. Ты кого-нибудь еще не видел. И луковый. Как пахнет. Никто еще, наверное, не украшал баланезу кукурузными початками, но, блин. Баланезу никто и не готовил, и смеялись, поэтому... Очень свежок, кстати, реально, очень свежок. Добавляем немножко этого. Как аккаунт уже. Ну, как с вами, реально. Добавляем немножко моего любимого микрогрина. Щипцы? Не нужны уже. Да, я люблю руками творить. Вот так. Ух. Вот так. Отлично. Презентация просто. Как будто тут уже не тысяча евро, а вот все деньги мира. Ну что, давай, первый выпуск. Вот. Ну, да, я затеню. Накручу-наверчу. Без микрогрина хочу. Нарывнул их парень. Невероятно обалденно. Что-то, если бы я был Эккором, я бы сказал, это Миша штуки. Это реально? Окей. У меня для тебя есть подарок, друзья. А-а-а. Пять миллионов гривен? Нет. Блин. Другие с розмарином и мятом? Нет. Ой-ой-ой, что такое? Это фирменный передник от Экстронка в рыбку. Ух. Воу. Он реально крутой, яркий такой. Ну давай, зацепить сразу же. Опа. Нет, ну против моих черных, которые у меня постоянно были, это с рыбкой вообще офигенно. Цветной, веселый и тематичный. Но это еще не все. Нет, это реально крутой полдерный передник. Мой друг подогнал мне вот таких вот наборов для правильного питания. Это кому скучно и уже надоело в томе гречу рис и горох. Вот, да. Есть вот такие вот наборы, которые просто запариваешь водой. Это мега круто, мега полезно. Тут уже все отсортировано, там, БЖУ и так далее. Вот, поэтому, дружище, пару пачечек, а также у меня на канале по РП правильному питанию тоже будут видосы, как я буду его отсутствовать. О! Так, слушай, ты меня научишь, как я не каши готовить. И я тебе приду, и, наверное, об этом ты мне все расскажешь. Да, без проблем. Если вы хотите увидеть сережку у меня на канале дома, как мы готовим вот эти каши по правильному питанию, обязательно оставьте комментарий. Спасибо большое. Спасибо тебе, что ты приготовил такую божественную лапшу у меня на канале. Но и это еще не все, ребята. Не забывайте, что у нас в описании будет ссылочка, по которой вы можете перейти и нужно перейти на канал Сержа Пайнова. Посмотреть на том канале, как я у Сержа в гостях готовил карбонару. И также у нас есть конкурс, о котором мы не должны забывать, а должны только участвовать. Что-то это супер-простые. Нужно перейти на канал Ника, поставить лайк под видосом, оставить обязательно комментарий, также подписаться, включить колокольчик и ждать. Потому что Ник у себя на канале разыграет целую тысячу гривен, да, вам не услышалось, не послышалось это никак, это реально халявно тысяча гривен. Как только у Ника будет на канале ровным счетом тысяча подписчиков, а у него уже почти 500, так что там вообще нет видео добрать, он разыгрывает тех, кто комендовал, лайкал тысячу гривен, правильно? Комментарии. Нет, тысячу гривен. С тысячу гривен. Да, дальше будут розыгрыши 5-10 тысяч, но это будет все красно моим подпискам. Так что не забывайте, что все ссылки в описании под видео, подписывайтесь на наши каналы, ставьте большие пальцы вверх, включите уведомления и кушайте вкусно, кушайте много, будьте счастливы. Готовьте с душой, готовить может каждый. Пока.